Болевые синдромы И какие-то другие еще государства Которые можно вспомнить Если просматривать заключение детских неврологов Лишь привет Да, добрый день Сегодня мы поговорим о боли у детей Боль у детей это такая ситуация Которая вызывает у родителей панику Зачастую панику и у врачей Как показывает практика Потому что я всегда вспоминаю в этой истории Когда говорим о боли у детей Вспоминаю старый анекдот Про то, как заболел ветеринар Приходит к врачу Кто-то говорит, что вас беспокоит Он говорит, доктор, это было бы слишком просто Здесь примерно такая же история Дети не всегда могут сказать, что у них болит Не всегда могут показать Даже если им 10 лет Они иногда путаются в показаниях И здесь описать вообще Никогда практически не могут Что происходит И назвать это какими-то понятными дескрипторами Поэтому я, например, дико боюсь детей В плане неврологии Потому что все это очень странно Мамы не всегда адекватно воспринимают ситуацию И пытаются ее иногда выдумать Иногда, наоборот, недооценивают проблему Ну, болит голова у ребенка каждый день У меня тоже болит, черт бы с ним Это как бы стандарт Может быть, в школу не хочется идти Скажи, пожалуйста, с чем все-таки чаще всего С какими болями приходят люди Ну, я понимаю, что к тебе, наверное, с головными Про головные боли поговорим, наверное, отдельно Давай пока про другие боли Вот не болит голова, а болит что-то еще Вот что болит у детей С чем люди обращаются к неврологу Конечно, эта история с детской болью Она, так скажем, не онкологическая боль Отдельно возьмем То, что невролог может заниматься Она во всем мире такая, как бы сбоку Эта проблема Не хватает внимания ни со стороны Каких-то социальных, общественных групп Ни со стороны специалистов Она такая недооцененная проблема Хотя просто отдельно Если взять боль в животе У детей боль в животе Она там первом месте И, конечно, они обращаются чаще всего К гастроэнтерологу, к педиатру С этой проблемой Второе место – это головная боль И третье – это скелетные неспецифические Это шея, это поясница Это неспецифические боли в спине Вот три основных момента, с которыми обращаются родители с детьми Есть как, с одной стороны, гипер Какая-то опека этой истории Со стороны родителей Огромное количество обследований Иногда нужных, зачастую абсолютно ненужных И есть, с другой стороны, недооценка Собственно, проявлений болевых у детей Потому что первый посыл идет со стороны И специалистов, и родителей Что давайте обследовать Когда на обследованиях не находят Чего-то конкретного, ужасно страшного Что будет то боль в животе Будет то боль в спине Будет то головная боль То почему-то сводится к тому, что ребенок агравирует Или симулирует, или агравирует Симулирует, или агравирует Хотя на самом деле Большая часть причин болей Как в спине, так и головной болей Так и в животе По данным дополнительных обследований Мы, скорее всего, ничего не увидим Что логично Потому что далеко не все Они имеют прямую Какую-то структурную проблему Конечно А получается, по статистике Боль в спине, допустим У подросткового возраста Такая же, как в молодом возрасте Не меньше болит У подростков спина, шея Чем у нас С тобой, допустим Да, в нашей популяции Да, спина болит у нас достаточно часто У меня прямо сейчас, например, болит Но это нормально Я это понимаю Подросток с болью в спине Окей, хорошая тема для обсуждения Мы знаем о том, что Одним из красных флагов Является возникновение болевого синдрома В спине до 15 лет То есть, это причина для того Чтобы провести МРТ Для того, чтобы посмотреть более пристально С точки зрения С точки зрения специфических причин Боль в спине Кто-то занимается этим Или в основном Болит спина Вот тебе таблетка ешь В целом Эти пациенты Дети с родителями Они обращаются Не к неврологу Частую А к ортопеду Это, с одной стороны Верный путь Потому что Если мы говорим О специфических причинах У детей То в основном Они связаны С аномальными развитиями С особенностями Строения И патологии Опорно-двигательного аппарата Именно Детского и юношеского возраста И поэтому Зачастую консультация Ортопеда необходима С другой стороны Если там не находят Собственно Какой-то яркой И специфической проблемы То действительно У детей В 15, 14, 13 лет Очень часто Может быть Обычно Неспецифическое То есть Скелетно-мышечное Либо связанное С этноденитами Либо с миофасциальным синдромом Боль В такой истории Самое главное Не Катастрофизировать Не пугать родителей Потому что Родители приходят Уже С обследованием Определенными То же самое МРТ сделано В подростковой практике Мы тоже Часто видим Это заключение Протрузии Протрузии Обычно вызывают Сначала У родителей Какой-то Признаки Катастрофы Паники Определенной Потому что Беспокоятся Что дальше Протрузия Это может быть Шаг к грыжи И так далее Почему-то Этот стереотип Даже когда Я у студентов Спрашиваю Что такое протрузия Они все говорят Что Это маленькая грыжа Да, это маленькая грыжа И что Последствия негативные Должны быть Нет Те же самые Нелекарственные методы Особенно Современная Грамотная ЛФК Ребилитация Она часто помогает Ребенку Скомпенсировать И поздное нарушение Осанку Собственно И скелетно-мышленный Дискомфорт Ну, действительно Я думаю Что проблема Осанки Проблема Посадки В школе На занятиях Проблема Спорта Детского Юношеского И проблема Гаджетов Конечно То есть То, что приводит К болям в спине Очевидно Более-менее У детей Это не тяжкий Физический труд Это не Даже Ну, сидячий образ жизни По сути тоже То, что у взрослых Привело К формированию Самой страшной Проблемы 20-го века 20-го столетия Болезнь бухгалтера То и у детей По сути Сейчас Дети действительно Большую часть Своего времени Проводят положение Сидя Да И Интересно Давно Что за период Пандемии Почти в два раза В увеличилось Количество Жалоб на боль В шее В подростковом возрасте Есть два термина Надо как-то Образно Переводить на русский язык Mobile neck И textbook То есть В принципе Шея Ребенка Либо постоянно За гаджетами Либо за книгой Это положение Вперед Это верхний Перекрестный синдром То есть Перенапряжение Подотылочной Группы мышц Мышц верхней апертуры Которые приводят Собственно К миофасциальному Синдрому Второй момент Это спорт Тоже очень важный момент Потому что У нас все-таки Зачастую спорт Не как средство Какой-то массовости И оздоровительный Несет характер А зачастую Должны быть Такие достижения Особенно художественная Гимнастика Хоккей Если мы говорим Про мальчиков Все одержимы Определенными целями И Используется Этот синдром Дисплазии Да Синдром гипермобильности Особенно в гимнастике И это зачастую Можно причиной И травм И действительно Серьезных травм Повреждений Связочного аппарата И Такого Длительного Болевого синдрома Ну Наверное Надо расшифровать Да Хотя На самом деле Смотрят 99% Доктора Надо понимать Что гипермобильность Это Может быть Какой-то Коллагенопатии Чаще всего Да Даже иногда В рамках Той или иной степени Синдрома Эллиса Донлосса Это крайний вариант Крайний вариант Ну Там бывают Низкие пенетрантности Гена И Естественно Что в той или иной степени Они могут проявляться Действительно Большой гибкостью И людям нравится Что вот Ребенок так может Конечно Стижения пошли Его ставят уже На соревнования Там Либо в танцах То же самое А мышцы Еще не проработаны И кости Еще не доросли И вообще все может быть плохо Здесь Большая проблема Современного спорта Больших достижений Это то Что Действительно Начинать заниматься Нужно С трех лет уже И Далеко не все Способны перенести Наверное Эти нагрузки И После качества Сопровождения Спортивной медицины Да То есть Она должна начинаться Из детского возраста Не только уже Ну да Спортивных педиатров Я честно говоря В нашей стране не видел Спортивных реабилитологов Тоже достаточно немного Есть конечно Известные коллеги Тоже что ортопеды По спортивной травме Спортивная травма Да Уже после Когда уже все случилось Опять занимаемся Постфактума Не профилактикой Не профилактикой Точно То же самое Это эргономика Детского Школьного Рабочего места Ребенок Если рисует В художественную школу Выходит Огромное количество Времени Ребенок проводит В определенном положении Музыкальная школа То же самое Но если музыкальная школа Сложная Положение Определенно скорректировать То при художественной школе При учебе Много сейчас вариантов В плане эргономики Посадки ребенка Специальные стулья Какие-то уже Да И парты И стулья Жуна фортепиано Тоже можно Тара-дара-дам Прямой спиной Тара-дара-дам Ну да То есть получается Что родители Сами становятся Причиной боли У своих детей Во многом Заставляя их Заниматься тем Ленингфортом Не в рамках физкультуры Которая как раз таки Более-менее полезна В рамках именно Спорта высоких достижений Которые могут Приводить их к травмам Соревнования родителей Да Родитель хочет видеть Своего ребенка Первым Там-там-там-там Здесь тоже понятно Да Вот Мальчик играет У меня ребенок играет в теннис Я с одной стороны Совсем четко понимаю Что я не хочу Чтобы он был теннисистом С другой стороны Нет-нет Да и возникнет мысль А вдруг Ролан Горос выиграет И все расслабятся Вопрос Все-таки Есть ли какие-то признаки появляются Перегрузки скелетно-мышленных Других вопросов То есть Компенсация Работы Превентивная Все-таки Тоже дочка Занимается балетом Я все-таки Незвязанный Институт Назывался Спортивная И балетная Травма Потому что Балет Та же самая Спорт Да еще Бывает покруче Там у них Такие элементы Это правда На самом деле Чем отличается Хигурное катание От балетов По сути Ничего Специфика Может быть Травма В основном Все примерно То же самое Хорошо Со спортивной Травмой Более-менее Понятно С посадкой Осанкой Тут конечно Много вопросов Насколько Это влияет Потому что Есть дети Которые Криво сидят 11 лет И у них Ничего не болит Есть дети Которые Сидят прямо 11 лет У них все болит Да То есть Здесь Очень сложно Наверное Привести Какую-то точную Закономенность Тем не менее Мы понимаем Что Осанка школьника Это в советской школе То что было Хоть как-то Да Вот это Сидим за партой Руку поднимаем Вот так То есть Это была такая История Плюс была Помнишь Была производственная Гимнастика В школе Ко мы писали Мы писали Наши пальчики устали Ну на самом деле Звучит странно И смешно Но по делу То с медицинской Приведением Очень правильная история Конечно Потому что Этот перерыв В сидении Перерыв В статике Он по сути Меняет Моторный контроль Он не дает Сформироваться Неправильному Моторному контролю То есть Перерывы В сидении Это очень важно Врачи ЛФК Финальной своей точкой Ставят То что Собрать нормальный Моторный контроль При положении При движении Что собственно Будет профилактика Боль все таки Это психо-социальный феномен Мы не можем Все свести К ортопедии Иногда К Эти моменты Очень важные Имеет значение Ситуация в семье В школе Стрессовые моменты Сон Все это вместе Взаимосвязано Чтобы постимулировать Либо острый болевой синдром Либо поддержать Хроническую боль Ну это как Если у вас параной Еще не значит Что за вами Никто не следит Так же как Если у ребенка Хорошая осанка Не значит Что у него Не заболит спина Если при этом Он занимается Действительно Хоккей Музыкой И Постоянно делают уроки Не гуляет Не бегает Просто на улице И Все время проводит За компьютером Наверное Рано или поздно Такая проблема Возможна Все равно Увеличивает Фактор риска Конечно Хорошо Ну с болями в спине Все более-менее Понятно То есть Все то же самое На самом деле Что у молодых Взрослых Да И Единственное Наверное О чем надо сказать И важно сказать О том Что у детей Таки бывает Остеохондроз Ну бывает И остеохондроз Бывают И другие Конкретные проблемы Стеохондроз Юношеский Стеохондроз Отличать От Собственно Тем Что Вообще В целом Принято Назвать Стеохондрозом Стеохондроз И если мы Видим Такого Ребенка То Конечно Проводим Эргеноглазфическое Обследование В плане Верификации Диагноза Смотри А Вот Недавно Столкнулся С ситуацией Тоже Очень Интересной Ребенок 10 лет Не хочет Ходить Когда истории Заставляют То его сначала Оставляли Дом То начали Заставлять Ходить В школу Потом Он начал Уже Истерики Что он Не пойдет В школу Начали Его обследовать Сначала В домашних Условиях Вдруг нашли Что у него Повышенная Температура И выяснилось Что уже Полгода Ребенок Жалуется На реальные Боли В суставах Не только В спине Но и В коленях И в локтевых Суставах В суставах Межпаланговых И при этом Это все Игнорируют Потому что Считают Что это Специально Придумано Чтобы не ходить В школу Вот Насколько Часто Такая ситуация Что пропускают Такие серьезные Заболевания Здесь я думаю Речь будет В итоге О каком-то Ювенильном Артрите Как часто Такие Попадают Дети Которые Мама Приходит Говорит Слушайте Она меня Заколебала Маша У нее То голова Заболит То Простите Еще Какое место Видимо Не хочет В школу Ходить Вот Скажите Ей Что Все У нее Хорошо Такие Ситуации Конечно Не Каждый День Но Они Отмечаются Тут Очень Важный Момент Что Не надо Пропускать Систему Красных Флагов Она Очень Важна И В головной Боли Боли Спине Ребенка Проявление Системной Патологии Это Не Красный Это Краснейший Флаг Который Требует Дальнейшего Обследования Около Год назад Когда Был Чуть Больше Первый Локдаун Такой Ребенок Пустая Клиника И Приходят Родители С Ребенком Которого Они Приносят По Сути С Похожей Историей В конце В итоге Оказалось Что Ребенка Лейкоз Это Проявление Было Такой Экологии Крови И Нельзя Пропускать Какие-то Органические Системные Истории Потому Что Есть Красные Флаги Их 12 Все Оценили Если Видим Подозрения Клинические Крови ЦРБ Другие Показатели Не нужно Не доверять Ребенку Это Очень важно Не нужно Стигматизировать То же самое С хронической Болю Ребенка Что У него Обязательно Нажимать Психоэмоциональное Расстройство Тревога Депрессия Это Может быть Но Не всегда В принципе Считается Что Дети Не подростки А дети Меньше Склонны К депрессии И Тревоги Чаще У подростков Может быть И то и другое И Гораздо Более Выражено Чем У взрослых Степени С учетом Гормональных Изменений И так далее Это тоже Важный Момент Хорошо С этим Более Менее Понятно Хотя Здесь Всегда Возникает Такая Пограничная Действительно История Когда Стоит Уже Беспокоиться А когда Еще Можно Спокойно Посидеть Дома Ведь Многое Связано С тем Что Врачи У нас Доказательная Медицина Правит Бал Якобы Хотя На самом деле Мне кажется 99,9% Врачей Даже не Знают В точности Что это Такое Но Всем Хочется Слыть Умными И Говорить Вот Вам Не надо Исследование Это Клинический Диагноз Головная Боль Но У детей До 15 Лет Без МРТ Мы Не Можем Такого Сказать В принципе Наверное Все С учетом Что Это Красный Флаг Какая Головная Боль Да То есть Конечно В какой-то Ситуации Если Самая Сложная Ситуация Самая Серая Зона Когда Ребенок Приходит Только У нее Возникла Боль Да Первый Месяц Либо Головная Боль Боль В спине Это Самая Сложная История Потому Что У нас Нет Никого Нам То есть Мы Видим Должны Ориентироваться На Вопрос Особенно Если В маленьком В раннем Возрасте 4-5-6 Лет Что Возможно Тоже Конечно Доказательная Медицина Сейчас Такой Это У нас Маркетологический Тренд Большой И В детской Практике Тоже Ни в коем Случа Не нужно Недооценивать Те жалобы Которые Вербализируют Ребенок Это Сложно Мы Должны Спросить Вообще При болях Ребенка Должны Спросить Родителей Кто-то Девочка С хронической Головной Болю Папа Вообще Ни слова Не дает Сказать Уже 14 лет Ноль Возможности Пообщаться С ребенком Пришлось Остановить Папу И поговорить С ребенком Чтобы понять Что это Не Психосоматическая История Скорее всего Это Хроническая Мигрень Имеет место Быть Помимо Всех Тревог И конфликтов В семье Которые Имеют место Быть Важно Услышать И важно Понять Изменение Поведение Ребенка В момент Приступа Или В самой Боли Поведение Его Какие-то Движения Которые Может Делать В этот Момент Либо Наоборот Ложиться Все Вместе Оценить Потом Принимать Решение Какие Отследования Нужны И нужны Ли Они Тоже Понятно Хотя С детьми Всегда Сложнее Чем С взрослым Я пытаюсь Экстраполировать Эту И понимаю Что Вероятность И Последствия От пропущенных Каких-то Историй Могут Сильно Укнуться Конечно Гораздо Более Сильно Чем У взрослых Окей Головная Боль Если уж Мы к ней Пришли К твоей Любимой Теме И К тому Чему Наибольшее Количество Детей К тебе Приводят Кто Все-таки Больше Страдает Мальчики Или Девочки Какая Головная Боль Чаще Встречается У детей И Насколько Важно Ее лечить Или Головная Боль Отмечается У всех У мальчиков И у девочек До 12 лет Конечно У мальчиков Чаще Отмечается Если мы Говорим Про головную Боль Если Мы Берем Детей Которые Приходят В самом Раннем Возрасте С родителей Родить Приводят Два Три Года Даже Такие Бывают 24 5 Лет Мальчики Чаще Отмечают Как они В два Года Понимают Что Ребенка Валит Голова Когда ребенок Два года Хорошо Говорит Когда ребенок Два года Уже Хорошо Говорит Голова Буба Да Конечно Можно понимать Одно Второе Третье Четвертое Бывает История Клиническая Когда Родители С ребенком В 4 Года У него Были Периоды Беспокойства В год В полтора В два Мы Не знали Что это Живот Просто Показалось Когда он Стал Разговаривать Четко Начал Говорить Что Болит Голова Потом Работа Появляется То есть Как бы Уже Никаких Сомнений Нет Что Действительно Что-то Происходит После Минархии То есть После Начала Цикла У девочек Конечно Частота Головных Болей Урастает В 3 Раза Примерно У девочек Больше Будет Чем У мальчиков Это Такая Известная История Известный Миф Что Давайте Не будем Лечить Давайте Он Само Пройдет То есть Много Приходит Детей И с частными Формами И с редкими Формами Разные Ситуации Будут Полярные Бывает Приходит С одним Эпизодом Головной Боли В 3 Месяца Мама Говорит Давайте Все Убирать Давайте Все Вылечим Чтобы Общения Было Сложная Беседа В плане Того Что Такого Наверное Невозможно Особенно Мы Говорим Про Мигрей Бывает Другая Ситуация 12-14 Дней В месяц Головными Болями Через День Ибупрофен Парацетамол Думаем Что Притворяемся Выгоняем В школу Забираем Со школы Везем На кружок На кружок Обязательно После кружка Репетитор Математика Математический Класс И все Остальное Вот Такие Ситуации Бывают Чаще Чаще Кто приходит К врачам Кто приходит К специалисту Это будет Дети С мигреней Есть Головная Больная Пряжение Если Придем В школу Всех Эпидемиологически Проведем Исследования Скринируем То чаще Головное Больное Напряжение Но они К ней Не приходят По сути Потому что Это не вызывает Дискомфорта Значимого Мы говорим О том Что головное Больное Напряжение Это вообще Такое Функциональное Скорее Эпизодическое Расстройство Эпизодическое Функциональное Расстройство То есть Больше функции Чем структура Это точно С мигренью Все-таки Мы понимаем Субстраты Региминально Вегетативные У детей Бывают Санкты Сунные Кластеры Практически Абсолютно Нет Крайне Редко Это диагноз 100% Исключение Всех Остальных Причин Какие Остальные Причины Очень много Это Когда Приходят Родители С таким Паттерном Феноменом Типом Боли То Немножко Начинаешь Волосы На голове Начинают Двигаться В плане Понимания Что нам Нужно Сделать Чтобы Исключить Детей Которые Были Выставлены Диагноз Кластерной Главной Боли Санксуна Несимптоматический Невиденый Роз У подростков И детей Поэтому Это Такая Очень Большая Настороженность Очень Такой Интересный Сейчас Момент Который Мы Занимаемся Коллегами С лор Врачами Это Изменение В пазухе Не классический Гаморит Когда все Понятно Принцип Изменение В пазухе С отеком Инфравитального Нерва Который Имитирует Очень ТВЦ Имитирует Любой Вариант Регимно-вредикативной Цифологии Сейчас У нас Несколько Клинических Наблюдений С успешным Лечением По сути Лор Это История Этого Отека С Блоком Пазухи Которые Полностью Регистрировали Головные Боли Вот Такая Отдельная Рубрика Думаю Скоро Вынесем Такую На конференцию На одной Больших В плане Разбора Этих Пациентов И Такой Группы Нозологий Так Чаще Мигрень Мигрень Она Почему-то Тоже Родители И специалисты Думают Что Мигрень Должна быть Обязательно Односторонней У детей Обязательно Сормотой Обязательно Лежать Обязательно Запахи Должна Мешать И Аура Должна Совершенно Все Не так Классические Признаки Мигрени Взрослого Очень редко Встречается Мигрень Детей Чаще Двусторонняя Двусторонняя Приступообразность И ребенок Затрудненная Физическая Окинность Вот три момента Которые В принципе Можно говорить Что ребенку Скорее всего Мигрень Слушай Ну а вот Все эти Абдоминальные Мигрени Ретинальные Мигрени И прочие Мигрени Которые Якобы Более Характерны Для детей То есть Мигрень Без головной Боли Насколько Это Все-таки Реальность Реальность Если этим Заниматься Прицельно То дети Приходят И зачастую Долгое время Посещая Различных Специалистов С чем Ретинальная Мигрень Это конечно Отдельно Стоит Это Диагноз Тоже Исключение Диагноза Сложного Нехарактерны Монокулярные Симптомы Для Мигрени Саура Для Ретинальной Мигрени Да Это Возможно Абдоминальная Мигрень Да То есть В возрасте 5-6-7-8-9 лет Приступообразные Боли В животе Без Астронетрологических Болезней Ринскую Четвертого Пересмотра И лечится По сути Как мигрень Что еще Из таких Феноменов Называется Периодический Феномен Ассоциироваться С мигренью В детском возрасте Циклические рвоты Циклические рвоты У нас Ацедемические Кризы В этой рубрике Прячутся Эти дети Да Циклические рвоты Это больше Характерно Для возраста 3-4-5 лет 6-ти И синдром Доброкачественно Пароксизмального Непозиционного Головокружения О как Вот это я первый раз Слышу кстати ДПГ Без позиционного Компонента Это по сути Можно осматривать Дискутирует Плавное вестибулярное Мигрение В детском возрасте Но она может быть Без головной боли Обезглавленная Мигрень С головокружением Обезглавленная Мигрень С головокружением У детей Это тоже С дошкольного возраста До 10-12 лет Периодически Отмечается И Дойти с мигрень Практически всегда Ну не то что всегда Часто характерен кинетоз Укачивание Выраженное укачивание Особенно 5-6-7-8 лет У меня у ребенка Сильное укачивание Но сейчас уменьшается Слава богу Сейчас 9 будет уже Да Это период Когда кинетоз уменьшается И проявление Ну потом Вероятно Это ППГ выше Выше Но она может быть Без позиционного Как вариант Мигрень Если у нее Дед Мигрень У него кстати Были циклические рвоты Поэтому Такие нюансы Насколько Вот это Наличие Компонентов Вот этих Детских мигрений Абдоминальных мигрений Циклических рвот ДПГ Говорят о том Что у взрослого Тоже будет мигрень У этого ребенка Когда он вырастет Ну вот Есть статистика Да Есть данные Педемиологические Наблюдательные исследования Примерно 60-70% Зависим с этого феномена Вот То есть С огромной вероятностью Если в детстве Есть проблема Она перейдет во взрослый возраст Пережить ее Перерасти не получится Большинство вероятностей У детей есть такая интересная история Когда примерно В возрасте 16-17 лет У 25-30% Мигрень регистрируют Это только Эпизодическая мигрень С редкими приступами Да Это очень важно понимать Если у ребенка Частые Приступы А часто Это будет больше Четырех раз В месяц Дней с головной болью То необходимо Конечно Профилактическое лечение Не нужно ждать Пока он ее сам Перерастет А что мы даем детям Вот Ну вот Давай немножко Поговорим О лечении Все-таки Головной боли У детей Две боли в спине Какая у нас Вообще Ресурсная база Это лекарственная То есть Мы понимаем Что если У взрослого человека Боль в спине Да То на самом деле Таблетки ему Нафиг не нужны Конечно Но так или иначе Для ускорения Процесса выздоровления Мы даем ему НПВП Там иногда Меорелаксанты Даже иногда Я думаю К антидепрессантам Антиконвульсантам А что делать С ребенком У детей Самый важный момент Нелекарственная терапия Это номер один На каждой конференции Каждом мероприятии Международном Будет много внимания Делено Нелекарственной терапией Что боль в спине Что головной боли Даже мигрени Да Есть четыре момента Допустим Для мигрени Для ГБН То же самое Да Это крайне важный Режим сна Банально Но очень важно Потому что Это изменение На выходные Из выходных На учебу На понедельник Мегрени Выходного дня Мегрени Метру понедельника Классические феномены У ребенка Особенно Утро понедельника Деприватная сна В пятницу Двигли в 11-12 В субботу То же самое В воскресенье Пытаемся загнать в 10 Ничего не получается А в 6-37 Вставай То есть школу Плюс дети Что у нас в школе обычно Особенно Чуть постарше Они в школе не любят Есть Питаться Не любят То есть голод Тоже очень важный Триггер приступа Один Второй уже Триггеры мигрени Работают по принципу Наполнения стаканов То есть один Второй лег Третий Четвертый Дальше приступ случился Гиподинамия Тоже сталкиваюсь до сих пор С той историей Что детям С периодически Головными болями С мигренью Запрещено заниматься Вообще спортом Любым И физкультуры И чем только Нет Все нельзя Такого не должно быть В этой популяции У этих детей Пожалуйста Можно заниматься И кардио И другими нагрузками Только не в момент приступа Очень важный момент Психологической помощи Если есть тревога У ребенка Если есть проблемы В семье В школе Работа с психологическими Триггерами Имеет ключевое значение Наверное В плане профилактики Хронизации Головной боли И уже после этого Мы понимаем Какая чистота И что нам делать В плане купирования приступа Приступ на гене Конечно сам не пройдет У ребенка Пройдет через 3 дня Ну или через несколько часов У детей короче приступы У детей Мы говорим Если младше возраста Полчаса могут быть Отличия от взрослого У детей постарше От двух часов Пальстамол Бупрофен То что есть у нас Неспецифическая терапия В Европе В Северной Америке И в Израиле Зарегистрированы Триптаны У детей 4 препарата С 12 лет И 2 с 6 лет В форме спрея Ну у нас В принципе Невозможно Эта регистрация Потому что Никому этого дела нет Для регистрации У детей болит голову Триптанов Поэтому это все Off-label Есть большой пул Того чтобы можно Использовать лекарственную терапию В плане профилактики Мигрени А вот есть и бета-блокаторы И блокаторы Кальциевых каналов У нас есть И антиконгульсанты И антидепрессанты При необходимости То есть детям Мы также даем И бета-блокаторы И Всякие Сортаны И Топерамат Ну сортаны Я бы немножко вбок Убрал Потому что Под вопрос А вот бета-блокаторы Это Аперамат Износный ребенка 20 дней В месяц Бает голова А мы уже Попрыгали А ботокс Можем сделать? Off-label Ну понятно То же самое В Италии Допустим Центре головного божия Детском Они делают Собильно При хронической мигрени И данные Публикуют О безопасности И эффективности У нас В инструкции Строго написано Что Старше 18 лет Так же Как и Допустим Новый препарат Антитилакси Джерпи Тоже только Клинические исследования Пока проводятся Не завершены Не зарегистрированы Ни в одной стране мира Подростков пока Но все Конечно Оптимизм к этому Смотрим В плане Безопасности И надежда На то Что будет регистрация Ужас конечно Что мы никак Не можем прийти К тому Что лекарственная терапия Эффективная Во всем Доказанная во всем мире У нас не всегда доступна Это конечно Но чаще всего Может как у взрослых Чаще всего У детей Это более выражено Дети приходят С 5-ю, 7-ю, 10-ю курсами Наотропной витаминной терапии Иглорефлексной терапии Массаж Остеопат Кто приходит Никто не пошел Мимо остеопата С частыми головными болями Или болями в спине Причем Приходит При сохранении И прихранизации боли К неврологу И все это Телесно-оментированной терапии Не всегда работает Позитивно Так же Как по обследованию 100% Все равно Детей Сколько бы ни говорилось С УЗИ Сосудов брахиоцефальных Артерий и вен Все равно Там смотрится Скорость кровотока Извитость Ассоциация с этой историей Хотя Много-много лет Показано Что нет взаимосвязи Мы констатируем Изменения Которые происходят В момент приступа И все Косвенные изменения Ну да Они еще не прямые Непрямые У всех Каждый раз Можно по-разному Констатировать Каждый день Давай так Какая самая редкая Главная боль Тебя встречалась у детей Такая что бы Вау Толоса-Ханта Какого-нибудь Толоса-Ханта Были у детей Синдром Толоса Но я хотел бы сказать Что действительно Дети Которым Это ребенок С 7 лет Один И ребенок Сейчас У нас Из Пензы Который Прооперирован Был Лор-врачами По поводу Уширения Саусти-пазухи Я думаю Это наверное Самая редкая И самая непонятная История Потому что Другие моменты Мы хотя бы знаем В плане Здесь классификация Мы понимаем Не выйти В плане Диагностики По каким-то критериям Но эти ситуации Которые по сути Эмпирически Использовали терапию С анализом КТ Сначала снимков Эта терапия Пришла к эффекту То есть Это Вот так Привести пример Ребенок Который из Пензы Полтора года С интенсивнейшими Головными болями Имитация по сути Кластера Без вегетатики С одной стороны Полностью Валюзация В плане Посещения школы И спортивной нагрузки Использование Только эффективен Глюкортикостероид Был За счет Видимо Снятия отека Кушингоид На этом фоне Развился И сейчас На фоне терапии Собственно После оперативного Лечения В лор-клинике ФМБА Регресс Головных болей Это Победа Действительно Фантастика С коллегами Хотим Прилуковать Эту историю Чтобы Понять Откуда Многие Растуют Публикаций По детской Неврологии Мало Достаточно Российской Практически Нет Действительно Странно Публиковать Наотропные Статьи В 21 веке Потому что Многие Неврологи Детские Продолжают Наотропотерапию В огромном Количестве Препаратов И На выбор Что хочешь От Эритроцитов Животных До Каких-то Военных Космических Разработок Эмельдония Фармакопунктура С препаратами Это история Которая Особенно При Допустим Если он задел У вас боли При Нарушении Развития Речи То что происходит Ребенка Мужественное Обкалывание С использования Аотропных Препаратов Крик Ор То есть Стрессотерапия По сути Ребенок вдруг начал говорить То есть Он бы так стал говорить Через 2-3 месяца Особенно Если Грамотно Позаниматься Логопедом Дефектовым А как ты относишься К компьютерным играм Не лично ты А для детей Лично ты позитивный Я знаю Самый не играл Много-много лет Посвятил отсутствием Какого-либо времени Слушай Это интересно Кстати Неврологический Я думаю Что он не неврологический Психологический Феномен Я же был чистым игроманом Я играл В Контрстрстрайк Ворд оф Варкрафт Старкрафт Шмаркрафт У меня было Приходило домой Из школы Из института И ночами напролет Потом как отрезало Да Вообще Я сейчас себе поставил Фортнайт И с ребенком Могу разочек Одну-две партии В неделю сыграть И получаю удовольствие Но уже не то Это старость Или это все-таки Какие-то мозговые процессы Которые уже не позволяют Получать удовольствие От этой истории Ну я бы сказал Какой-то промежуточный вариант Дозревание О фронтальной коры Да Оно происходит 27 годам По современному Неропсихологии Да Как говорят Неропсихологи У меня где-то так и отпустило Наверное Дозрела кора Видимо О фронтальной Это наш контроль Да Видимо Немножко отпустило Но на самом деле Считается же Что есть Ну и что считается Мы это можем увидеть Что если у ребенка Сильно болит голова И он при этом Может играть на компьютере То голова будет болеть меньше Может быть Такая история Ну Играет все-таки вопрос Это аддикция Или не аддикция Если это не аддикция Ну пожалуйста Зачем ребенка Посту лишать всей этой истории Там 20 минут просмотра мультиков Кто их взял Откуда они Неизвестно Якобы от этого Тики меньше становится Что меньше становится Тики От Тики Да То есть мы все ограничим Все уберем То есть Заберем все девайсы Вылечим Тик Транзиторный моторный Который сам регистрирует Через месяц Ну да А если аддикция Игромания Это все-таки проблема И психиатры Больше могут рассказать В плане Именно аддиктивного Вопрос степени влияния Конечно На жизнь ребенка То есть Это действительно Такая история Хотя мне кажется Что современные дети Уже адаптированы К этой истории И реально Там уже годом 25-27 Отрубают эту историю Если У меня было пара товарищей Которые вылетели Из института В процессе Отрубания этой истории Но сейчас Их тоже уже выключила Ну конечно Скажи пожалуйста А как ты относишься К виртуальной реальности В терапии боли у детей Ведь считается же Что именно дети Первые были Вообще На ком это исследовалось Потому что Ну вообще Исследование на детях Это проблема Да И катастрофа Особенно в нашей стране Где это вообще Практически запрещено Но Не лекарственные методы Такие как виртуальная реальность Например Это же хорошая история При хронической боли Конечно Особенно Причем при фантомной боли Тестируется Когда по сути Фармакотерапия бессильна При центральных болевых синдромах Я считаю Что конечно Дальше надо нарабатывать Это смотреть И понимать механизм Причин Как все это работает Использовать Даже если говорить Как тебе Не прямо виртуальную реальность Боль же Острая боль Может связана С процедурой Будь у ребенка Просто дискомфортом С уколом Инъекции Вакцинация Посещение МРТ Это катастрофа Если на МРТ Нет шумоизоляции Нет наушников И он оборудован Не так как принято Все-таки в мире Детская Толмогов оборудована Хотя бы просто Изменение реальности В плане Снижения Стресса Напряжения При выполнении Какой-то процедуры Это уже работает Не говоря уже Про глобальные методики Которые могут быть Используем Интересно Окей С главными болями Более-менее Поверхностно Понятно Что ситуация требует Резюмируем Если ребенок Жалуется Что у него болит голова Не надо на это забивать Надо в любом случае Сходить к специалисту Обязательно Это история Так же как если у него болит живот Конечно Если это болит живот Который болит У него периодически Раз Заставляет его Сходить в туалет И через 10 минут Все нормально То наверное Тогда нервничать Тоже особо не надо Можно в плановом режиме Спокойно это делать Если живот болит 2-3 часа Не проходит И Стал доскообразным То точно пора Бежать Быстрее бежать Да Бежать быстрее Вот здесь опять же Вопрос границ То есть Как ты считаешь С точки зрения Болевых синдромов Опять же у детей Мы потом попробуем Еще это выяснить У хирургов Но вот если у ребенка Болит живот Надо его обезболить Такой вопрос Не банальный Я знаю Он вызывает Много споров Ну я скажу Почему я такой вопрос Задаю Почему мне вопрос Самому интереснее Я сам не знаю Ответ на этот вопрос На самом деле Ну то есть У нас вообще С тобой сложная конструкция У нас с тобой Вряд ли есть Ситуация Где мы можем дать Правильные или неправильные Ответы Потому что Ну все уже изучено Все уже украдено до нас Да То есть мы можем только Ставить какие-то вопросы Которые действительно Непонятны В контексте То есть Насколько вот это Обезболивание Смазывает клиническую Картину И не дает хирургу Поставить правильный Диагноз Там например Аппендицита Можно ли другими Методами Диагностировать Не только по болевому синдрому Почему спрашиваю еще Потому что мы знаем Что такое болевое поведение И как оно формируется И как терпение боли Влияет на восприятие боли В дальнейшем И мы стараемся Всегда говорить Что нужно обезболить боль Как можно скорее Как можно сильнее Чтобы она не сформировала Вот это самое болевое поведение Неправильную копию Стратегию Катастрофизацию Тревогу Депрессию Суицид Смерть Да Ну то есть Глобально Если размышлять Про эту историю Ну с болью в животе Конечно Эта история Очень сложная Потому что То же самое Абдоминальная мигрень У ребенка Полностью обследования У него периодически Повторяется его типичные боли По средней линии живота Это не справа Не слева Никак не латерализовано Мы знаем Что он Вот сейчас Недавно ел шоколад Допустим Его пищевой триггер Мы знаем Что у него есть Эти боли Но они по сути Закусывали шоколад с сыром И запивал красным вином С цитрусом У меня был Тут ребенок Недавно Выяснили Что у него Болит на комбинацию Шоколад с цитрусом Ну с мандаринами Надо в вином было бы запить Все бы нейтрализовалось Ну или бы с головной болью Вместе появилось бы Да Тогда было бы понятно То есть Такую историю Конечно Ну и нельзя Не обезболить Если мы говорим Какую-то впервые Появившуюся историю С болью Это история Которая Мне кажется Такая исторически В нашем контексте Идет хирургическое То, что нельзя обезболивать У нас так учили Да Хирургия Вот то, что я смотрел Допустим Разговаривал с коллегами Которые Болевики в Европе У них нет такой И стратегия ВОЗ Она нет такого Что не надо обезболивать ребенка Мне кажется Такой советский пережиток Немножко Потому что Ребенок не должен терпеть боль Это плохо Когда ребенок терпит боль То есть Ну это опять же Наша советская Вот эта история Такая замерка Тоже такая Миф есть Что детей меньше болит Чего взрослых Да Тебе меньше болит Это хорошее Еще есть Мне нравится Такая советская Но одновременно Очень религиозная Конструкция Бог терпел И нам велел Да То есть Советский человек Должен уметь Преодолевать трудности Да И вот Ты должен с детства Закаляться Для того Чтобы терпеть боль Особенно девочке Кстати Почему-то Да Вот мама Девочкам Или бабушки Особенно Могут же Вот эту историю Педалировать Что надо терпеть Особенно Если у родителей Было Допустим Такое же было И прошло В каком-то возрасте Снизилось Они сразу говорят А все пройдет Поэтому Мучения Там несколько раз В неделю Они продолжаются Ну то есть Надо все-таки Родителям донести Врачи должны Донести Родителям Что детей Надо обезболивать Что это важно Слушай Еще такой вариант Боли С которым Сталкиваются Разные врачи Я думаю Может быть Больше гинекологи Но у девочек В 12-13 лет Начинается Минархия И это может Сопровождаться Болевым синдромом Мама Обычно В этой ситуации Делает просто Дочка У меня такая же фигня Вот тебе таблеточка Нурофена Кетанова Кетанала Парацетамола Выпей Иди Живи Дальше Спокойно Правильный Такой подход Или все-таки Эту историю Надо расследовать Вопрос Если это выраженный Болевый синдром То конечно Лучше Покрутироваться С гинекологом Если повторяется Выраженный Болевый синдром То есть Нерегулярный Цикл Либо появился Потом исчез Это важно Много моментов Бывает Которые требуют Консультации Специалистам Тут не нужно На такие вещи Как острота Боли Выраженности Другие симптомы Могут быть Правильные И головные Боли Присоединятся Все списывать На этот Синдром Либо Профен Процетамол И все пройдет Нет Если Это на 1-2 балла И само проходит То это одна история По вашей Если это 8-9 баллов То Конечно Нужно Полежить То Наверное Неверно будет Стратегия Просто На все это дело Забить Дети Они Почему-то Считают Что дети Они такие хитрые Они любят Что-то Получить Какую-то выгоду Они отчасти Конечно Многие Смышленыши В этом плане Но Если ребенок Меняется Поведение Возвратно Боли Меняется Его активность То не нужно На это Никаким образом Забивать Я читал Статью Американского Доктора Детского Невролога Очень интересную По поводу Головной боли У детей И он Как раз Предлагал Я можете Потом Скину Ссылку Весь Найду Он Предлагал Как Диагностический Признак Это Желание Ребенка Играть В телефон То есть Если У тебя Ребенок Жалуется На головную Боль Дай ему Телефон Если он Играет И Больше Не жалуется На головную Боль То Скорее Всего Ничего Страшного Он Итальянские Коллеги Поспорили Они сделали Пятибалльную Шкалу Давно Переключается С нее Просто Потому что Плацебо Эффект Когда Ребенок Играет Выделение Кефалинов Эндорфинов Опиодина Система Активируется Даже Не плацебо А реальный Эффект Виртуальной Реальности Один Монотест Телефоном Я бы На него Не надеялся Это Еще одна Иллюстрация Того Что Не все Американские Доктора Гении А мы Это знаем Надо Всегда Слепо Равняться На У нас К сожалению Он же американский доктор Давайте делать все как он Хотя на самом деле Конечно Все не так Да И действительно Бывает очень по-разному Люди могут На исследованиях Показывать совершенно другие вещи Конечно Смотри У нас осталось немного времени До Перевыва на вопросы Мы на него уйдем Обязательно Потом Если вопросы будут ответить Если нет Просто уже Красиво завершим Нашу дискуссию Наше сегодняшнее обсуждение Что не обсудили Среди Таких Важных Тем В болевых синдромах У детей Мне кажется Крайне важным Понимание Вообще Купирование Боли у детей В виде инъекций То есть Чаще всего Ребенок Может получить Инъекцию Если у него болит Болит зуб Болит Голова Болит живот Болит спина Вот тебе уколчик Бабушка Там сейчас Из старых запасов Возьмет Мышцу Тебе уколят Насколько Вообще Детям Нужны эти уколы Обезболивающие Это очень важный вопрос Есть четкая стратегия Межурный ВОЗ По сути По обезболиванию Детей Где инъекции Все стоят На последней месте То есть Только при выраженном Болевом синдроме А внутримышечные инъекции Вообще Рекомендовано Не использовать Почему? Потому что Практически нет разницы От внутримышечной инъекции От перорального приема Если быстрая действующая форма С всасываемостью Повышенной Нет разницы А внутримышечная инъекция Это сам страх Для ребенка Поэтому Есть действительно Показания Конечно Просто операционное Обезболивание Это внутривенное Пожалуйста Обезболивание Это то, что будет работать У ребенка И рекомендовано Но так вот Особенно Эта фармакопунктура Не дает мне покоя Потому что Каждую неделю Сталкиваюсь с этой историей Когда по сути Инъекциями Мутримышечными Пытаются стимулировать Что-то у ребенка Либо лечить гиперактивность Либо головные боли Все лечится На самом деле Это интересная история С уколами Потому что Мы знаем Что у инъекции По сравнению с таблетками При единственном преимуществе И скорости действия Даже на 10 минут Унутримышечного Быстрее будет наступать эффект Огромное количество Вероятных побочных эффектов Связанных с самим Методом введения Это и отсломанные иглы Абсцессы И дефильтраты И прочая-прочая история Особенно Когда назначают Мне нравится история 10 уколов коротексина Да-да-да Обкалывание 10 уколов коротексина 10 уколов когетума Потом 10 уколов мексидола И все это Одному трехмесячному ребенку Словно говоря Потому что мама считает Что у нее что-то болит Ну и что-то не так развивается Как хотелось бы Да-да Вот это такая история Слушай Под конец Задам вопрос Не могу не задать По поводу Проблемы С которыми Детские неврологи Сталкиваются Все-таки чаще Чем остальные Специалисты Это то Что связано С расстройствами Аутического спектра Ведь там вообще Очень специфическая Конструкция Болевых синдромов Может быть И специфическое Их восприятие А в связи с социальной Затрудненностью И слабостью Социальных контактов В том числе И с врачом Не всегда может Ребенок Угнятно объяснить Бывают Все состояния Гипервозбуждение Скажем так Которое может Сопровождаться Самоповреждением И Всеми вот этими Дополнительными Проблемами Как с такими Детьми Будет Справляться Сложно То есть Действительно Какое-то Есть общение И опыт Работы С детьми Этого Аутистического Спектра Профиля То есть Понятно Когда ребенок Как-то Вербализирует Проще Но очень важно Конечно Поведение Поведение Стереотипность Изменения Поведения Понятно Стереотипы И так Характерны Но Ограничение Движения Либо Реакции Которые Стереотипны В ответ На что-то Возникающее Помогают Заподозрить По сути Что есть Какой-то Болевой Синдром И понять Те же самые Мигрени Могут быть У ребенка С аутистическим Спектром Расстройств И причем Они отмечаются Нередко Это выраженная Боя Вегетатика На лице Изменения То есть Это Темные круги Под глазами Либо Отечность Определенная Переорбитальная Зона Все это В купе С детальным Спросом Родителей Как меняется Поведение Ребенка Либо Наблюдением Помогает Как-то Понять Эту историю И помочь При необходимости Слава богу Потому что Часто Просто забивают Это у вас Особенно Мало ли что Он рожи корчит Я такое Видел Не раз Есть Пол Коллег Психиатров Которые Занимаются Психолог Которые Прицельно Занимаются С Психологов Очень мало Даже Тех Кто понимает О чем Идет речь Требуется Этот момент Он же Нигде Не дается По сути В плане Обучения Если Более Еще У нас В университете Есть И по детской Более Отдельный Цикл И по Взрослым Болевым Синдромом То Поэтому Просто Пропасть В плане Знаний Есть Критерии Есть Шкалы Есть Ну Я К этому Хотел Сказать Что В принципе Можно Этим Заниматься И Для наших Коллег Если Они захотят Погрузиться Чуть больше В болевые Синдромы А не просто Считать Что Поболит Пройдет То Надо Пойти Поучиться Почитать Разобраться Потому Что Дети Действительно Часто Страдают От того Что Мы Взрослые Доктора Красивые Умные Не Думаем О том Что У них Реально Может Бить Боль Мы Сегодня Поговорили О Болях У Детей О Головных Болях Болях В спине Болях В животе То Об основных Причинах Головной Боли С Которые Об основных Причинах Болей Которые Сталкиваются Дети И Родители Ну Вопросов Вот Еще вопрос Появился Первый Наверное Мы все равно Обсудим Самый Приятный Вопрос Это Я Прямо Зачитаю Связь С Прививками Головной Сгибатели Отсюда И Головная Боль Леш Краткий Комментарий Для Меня Неочевидно Неочевидно Эта связь Для всех Кто занимается Медициной Такая связь Неочевидна Это Псевдо История Думаю Это Поклонники Твои Вопросы Задают В плане Общения В плане Прививок Но Конечно Головной Боли Это Какое Отношение Не имеет Ну Слава Богу Хотя Бы Головную Боль Прививки Не вызывают Все Таки Ну И Вот Сейчас Пришел К нам Свеженький Как раз Вопрос Добрый День Скажите Пожалуйста Какие Диагностические Лечебные Мероприятия Необходимы При боли В области Глазницы У ребенка 10-12 лет Ну Про лечебные Я никак не скажу Потому что Непонятен диагноз Который У ребенка Если он Впервые Обращается С боли В орбиты То Конечно В первую очередь Осмотр Офтальмолога Потому что У нас есть И воспалительные Острые заболевания Глаза Которые могут давать боль Это серьезная история Поэтому В первую очередь Офтальмолога Дальше От этого Отталкивается Может И периодически Если это Периодически Боли В области Глаза Может быть Такие Проявления Быть И мигрени Но Это Где-то В конце Сначала Офтальмолога Дальше Думаем Про Причины Ну Как И везде Всегда Сначала Узкий Специалист Должен Исключить Бело Конечно Тем более Офтальмологические Причины Нередки У детей Боли На этом Вопросы На сегодня Закончились Я думаю Что было Сегодня Всем Полезно И интересно Потому что Мало Кто Действительно Занимается Болями У детей Спасибо Вам Мы с вами Встретимся Снова Скоро Обсудим Другие Болевые Синдромы Тема Наша Неисчерпаема К ней Можно возвращаться Снова И снова Но я думаю Что мы Как-нибудь Еще раз Пригласим Алексею Владимировичу Для того Что он нам Рассказал Еще что-нибудь Интересное Про детские А может быть И не только Детские мигрени Спасибо Спасибо До свидания